Не кажется ли вам, что фильмы Буниэля, особенно поздние, сильно повлияли на порнографическое кино, особенно на те, что выходили в конце 70-х, начале 80-х? Нет, не думаю. Понимаете, если вы говорите о так называемом взрослом кино, то моменты, да, действительно, подчеркиваемые Буниэлем, моменты абсурдности всего происходящего, несколько влияли на такую абсурдность секса, если угодно. Но тут, мне кажется, Марко Феррери повлиял гораздо больше. Масса порнофильмов выросла из большой жратвы, где, собственно, правда, в основном всё происходит, вопрос вокруг процесса поедания, но есть и эротические эпизоды, довольно крутые. Как вы думаете, Альмадовар после падения режима Франко был ли он одержим в ангардной ротикой Буниэль? Нет, не думаю. Знаете, вот на кого совсем не повлиял Буниэль, так это на Альмадовара, как мне кажется, потому что Буниэль – это такой, в общем, интеллектуал, торжество интеллектуального отношения к жизни, и весь его абсурд, даже в таких совершенно иррациональных картинах, как «Ангел истребления», безумно мною любимый, он имеет характер сугубо головной. Ну, как и Иванецкая, это вся европейская авангардистская культура, весь европейский сюрреализм, он на самом деле очень простой, он гораздо проще, скажем, Латриамона, проще Рембоа, он очень рациональный и головной, ну, Млечный путь там тот же, например. Это довольно сложные в интеллектуальном смысле, но только в интеллектуальном картины. Альмадовар – это чувственный режиссёр, который так интуитивно выстраивает фабулы свои. Мне кажется, что у Альмадовара и гротеска такого глубокого нет, как у Буниэля. Я думаю, если на кого Буниэля повлиял, и тоже в основном с технической стороны, это Аминабор. Вот особенно на последнюю его картину про Унамуна, там, мне видится, какие-то просто Буниэлевские таны, потому что Аминабор, как никто, абсолютно чувствует Испанию франкистского режима. И Аминабор вообще, по-моему, гениальный режиссёр. Вот этот фильм его про Унамуна, мне кажется, просто классическим совершенно. Жалко, что его мало кто заметит.